Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на последнем, на данный момент, трансфере Спартака. Они подписали Николсона, ну, не Джека Николсона, понятное дело, а нападающего из бельгийского клуба Шарли Руа, а также форварда сборной Ямайки, который теперь будет, ну, как видимо, конкурентом для Александра Соболева, но и отчасти конкурентом для Эзекиля Понца. Сейчас у Спартака появляется тройка хороших качественных нападающих, каждый из которых способен действовать на высоком уровне, и будет интересно посмотреть на то, как новый тренер будет распределять между ними функции. Но это дела будущего, а пока давайте сосредоточимся на том, как отреагировали на данный трансфер иностранные фанаты. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему, ну, а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Узнаем, что думают зарубежные поклонники футбола, в том числе из Бельгии, о переходе Николса. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод FUTBOLKALUZKYY, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискует. Фаб Шейл написал, «Шарли Руа не мог ответить отказом на предложение с такой суммой. Если говорить о том, куда едет Николсон, то 1-8 финал Лиги Европы кажется лучшей перспективой, чем борьба за попадание в первую шестерку чемпионата Бельгии». Ну, об этом, кстати, сейчас многие пишут, что Николсон в том числе поехал, рассчитывая на то, что сможет показать себя в Лиге Европы. И, возможно, «Спартак» станет своеобразным трамплином для нападающего, чтобы он перешел в какую-нибудь серьезную команду из топового чемпионата. Ну, а касательно суммы, сейчас показания разных средств массовой информации, они отличаются друг от друга. Некоторые сообщают о 10 миллионах, некоторые о 6 с половиной. Вот такой вот разброс сведений. Ну, посмотрим, какая информация появится чуть позже, потому что первые сообщения, первые слухи, они всегда такие обманчивые, а дальше уже становится более-менее понятно, сколько реально заплатила команда. В любом случае, мне кажется, что это перспективный нападающий, и в будущем, я считаю, он может раскрыться и стать куда более дорогим футболистом, чем тот, который сейчас пришел в «Спартак». И, возможно, даже удастся заработать на нем, потому что, на мой вкус, опять же, Николсон – это игрок с вполне себе звездным потенциалом. «Агоин Готт» написал, «Этим трансферам «Спартак» дал мне повод еще более внимательно следить за его матчами». Интересно, а почему за ним следили бельгийцы, за «Спартаком»? И за Кау Фриза, что ли? Или по каким причинам? Но забавно, что за красно-белым клубом следят, в том числе, за рубежом. Вилк Роджер написал, «Странно будет видеть Ямайца в российском чемпионате». Тем не менее, в Шарли Руа Николсон уже показал свои бомбардирские способности. Ну, в этом сезоне он очень хорош, забивает много, часто, поэтому еще и отдает голевые передачи. По-моему, у него в 18 матчах 13 голов и 5 результативных ассистов. Могу ошибаться, но что-то вроде этого. Ян 10 написал, «Я очень рад, что у Шамара появился шанс выступать на более высоком уровне, но вместе с тем волнуюсь за него, ведь он, будучи чернокожим парнем, едет в Россию». Ну, понятное дело, что здесь, в России, из него сделают борщ. Ну, прям по поезду его схватят и порубят на куски, потому что у нас повсюду здесь скинхеды и расисты. Ну, во всяком случае, такое мнение у некоторых иностранцев присутствует о нашей стране. Ну, посмотрим, как он будет показывать себя. Мне кажется, что в «Спартаке» он может раскрыться. Но, с другой стороны, учитывая то, что «Спартак» сейчас находится в кризисе и вообще идет на девятом месте в чемпионате России, неизвестно, считать ли это повышением на фоне чемпионата Бельгии. Все-таки у бельгийцев лига, ну, скажем так, мало чем уступает РПЛ. А что касается «Шарли Руа», ну, они сейчас идут повыше в своем чемпионате, чем «Спартак» в российской лиге. Джей Холмс написал, «Переход в «Спартак» — отличный трансфер для Шамара. Я знал, что его ждет большое будущее, еще когда увидел его в составе сборной Ямайки, а также в чемпионате этой страны в составе «Боистаун». Большой и быстрый бомбардир всегда будет в цене». Но вот бельгийцы прям за всем миром, видимо, следят, в том числе за чемпионатом Ямайки. Хотя, возможно, это как раз-таки уроженец Ямайки, пишет на бельгийских форумах. Возможно, с этим связана такая осведомленность. Ян Андерсон написал, «Осторожней с расистами, Шамар». «Расист! Расист!» Парни из России не любят чернокожих людей. Ну, понятное дело, как всегда, нытье про расизм. Кифи. Я следил за «Спартаком» и за потрясающего админа их англоязычного аккаунта в Твиттер. Но теперь, после покупки Николсона, я стал настоящим фанатом этого клуба. Ну, кстати, «Спартаковские соцсети» англоязычные, они действительно интересные, зажигательные, поэтому многие за ними следят. Ти Айс написал, «А ведь были разговоры о том, что по Николсону есть предложение из клубов английской премьер-лиги. Вот мне вот и не нравится, что он переезжает в Россию, а не в Англию». Но мне кажется, если бы были реальные варианты с Англией, он бы и не поехал в Россию, так что, по всей видимости, слухи про переезд в английскую премьер-лигу так и остались слухами. Реджи Бойс написал, «Думаю, что для Николсона этот трансфер логичен, учитывая то, где он выступал ранее. Он все еще молод и знает восточно-европейский футбол, поскольку играл в Словении. Конечно, очевидно, что российский чемпионат лучше славянского, и, наверное, даже лучше бельгийского, поэтому для него это шаг вперед». Но то, что он выступал в Словении, это действительно так, за футбольный клуб Дамжале. Возможно, это ему поможет адаптироваться в России. Ну, а касательно того, что российский футбол лучше бельгийского, ну, тут на самом деле уже все очень спорно. Бельгийская лига очень приличная. Джон СФЦ написал, «Странный переход. Не уверен, насколько быстро он сумеет приспособиться к российскому футболу, но из Шер-Леруа он ушел на пике своих возможностей. Я не думаю, что он сможет еще прибавить». Белон Белга написал, «Трансфер, который удивляет только тем, что в нем практически нет понятных сторон. Зачем Спартаку Николсон, когда у них есть хорошие нападающие? Зачем Шер-Леруа продал футболиста, который способен прибавить и стать дороже? И зачем Николсон ушел в российскую команду?» Ну, вот такое вот мнение. Ну и Йон Дерен написал, «Спартак будет играть в 1-8 финала Лиги Европы, а вот в Шер-Леруа Николсон никогда такого бы не добился. Поэтому он и переходит». Ну что ж, вот такие вот комментарии, и в принципе в них есть своя логика. Возможно, именно ради Еврокубков Николсон переходит в «Спартак». Ну, тогда для него может быть плохой новостью, что в следующем сезоне «Спартак» конечно может попасть в Еврокубки, но глядя на нынешнее положение дел, «Спартак» не смотрится фаворитом в борьбе за Еврокубковые места. Так что вполне возможно у того же самого Шер-Леруа побольше шансов пробиться в Европу на следующий сезон. Впрочем, посмотрим. Может быть, с Николсоном «Спартак» как раз-таки и прибавит. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.